Когда вам не жить заважает, Эвказолин помогает. Ожидаемому нами свержению путинского режима, давайте-ка поговорим с Николаем Григорьевичем Маломужем. К нам присоединяется к нашему эфиру генерал армии, руководитель службы внешней разведки Украины 5-10-го готов. Николай Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас приветствовать. Приветствую вас. Слава Украине. Как вы можете прокомментировать слова ваших коллег о скором свержении режима Путина? В принципе, стратегический посыл правильный, потому что мы говорим о том, что при удаче проведении операций стратегического характера, конечно, мы можем говорить к Новому году и после Нового года о освобождении основных территорий. Это, конечно, тот сценарий, который предполагает очень большие стратегические планирования успеха на южном и на восточном направлении. Но, конечно, противник пытается сейчас создать очень мощные усилия для того, чтобы удержать позиции как на Херсонском, Запорожском, на восточном направлении, тем более пытается атаковать. Но, а вот сейчас мы говорим о том, есть ли для этого резервы. По сравнению с Советским Союзом у него значительно меньше и вооружений, техники, например, ракетных средств, танковых, артиллерийских систем, самоходных артиллерийских установок, это на порядке ниже. Тем более мы уже говорим о тысячах уничтоженных целой армии, танковые, например, или авиационные, или мотерстрелковые, практически уничтожены. И не только по живой силе, а и по технике и вооружении. Поэтому, конечно, подрыв очень большой. Но, вот немножко тут я с коллегами не совсем соглашаю, я знаю хорошо и советский период, и уже, конечно, российскую армию по всем каналам разведки. Конечно, у них еще большой ресурс, старый техник, старое вооружение, еще советское, но оно сейчас поднимается, проводят срочную, так сказать, их реабилитацию и ремонты. Например, с двух, с трех собирают один, например, танк, или самоходную установку, или ракетные средства. Проводят их обновления, испытания и, конечно, бросают бой. У них их десятки-десятки тысяч, поэтому они, несколько тысяч, всегда ориентируются старой технике на прорывные направления. И, конечно, сейчас готовится новый, как они сказали, вал. Это не то, что там критически для нас очень опасно, потому что мы имеем не только на порядок лучшее и вооружение технику. Конечно, мы имеем уже перспективу эффективной войны не традиционные способы, не лобовые атаки. Они сейчас не решают задачи. А проведение, как показывали, и удары с флангов, с тылов, соответственно, проведение рейдов больших и, конечно, совместных операций. Поэтому вот эта техника, которая там сейчас ремонтируется и будет направляться с мобилизованными новыми, с учебными центровами, она, конечно, будет создавать проблемы на определенных участках, но она не критическая для нас. И то, что мы, наши разведчики, говорят о том, что действительно там уменьшение количества, оно да, по самому уровню как раз огневых возможностей, конечно, это намного ниже. По количеству это еще много, я говорю, это еще тысячи-тысячи различных систем. Особенно танки, это самоходные установки, артиллерийские, простые системы. Ракетных меньше сейчас, особенно борисовских систем намного меньше, но они сейчас пытаются их восполнить. Я думаю, что не удастся, потому что даже производство на базе ВПК сейчас очень страдает. Они выпускают по несколько, буквально десятков в месяц. Это не то, что они выпускали сотни раньше, получая и запасные части, и электронику, и оптику с стран Запада. Сейчас этого нет. Вот санкции тут уже работают, поэтому наполнение особо высокоточного вооружения не происходит. Старое, я думаю, сейчас оно будет бросаться в бой, но работать эффективно не будет. Поэтому, я думаю, тут уже, если мы говорим о том, как мы сможем с этим справиться, я скажу спокойно. Бьем хаммерами, например, или другими средствами на 80 километров, просто очищаем территорию. Вот этих всех десятков или тысяч танков, БТР, САУ, ракетных средств и складов, которые они поставляют как базовый формат для нанесения ударов. Николай Николаевич, вот вследствие вот такой напряженной обстановки и таких тяжелых мощностей, которые есть у нас, не кажется ли вам, что в Кремле начали очень сильно беспокоиться? Вот буквально пару дней назад Путин вдруг лично присутствовал на совбезе и обсуждал гражданскую оборону. И вот буквально через день уже появляется новость о том, что, это пишет инсайдер, о том, что режим Путина боится и готовится защищать его от переворота. Ну, там дальше идет по тексту, что включаются и гадалки, и астрологи, ну, это понятно. Но скажите, пожалуйста, не есть ли это уже знаком того, что Путину биться нечем, а себя защищать уже наступил час? Ну, мы понимаем, что Путин уже несколько месяцев назад уже понял, что проиграл. Когда сказал, что он уже меняет цель специальной операции, они уже менее такие глобальные, уже не захват Киева, всей территории, только Донецк, там, Юга держать и уже готов к переговорам. Это уже были признаки того, что Путин осознал, что проигрывает стратегически. Но дальше он видит, что это может быть системный. Первое, военные на поле боя, конечно, это цивилизационный, если мы говорим с другими странами, это мощное, так сказать, уже противостояние со всеми странами мира. Не только там, так сказать, Запад, НАТО наши партнеры, но уже и Индия против России. Да, она еще не заявляет прямо об агрессии, но она именно говорит о мире, не допущая применения ядерного вооружения. Точно так же высказал Синдзипин, точно так же говорит Эрдоган, точно так же говорит президент уже новой Бразилии Лулу. Поэтому в данной ситуации уже мощное давление. И он понимает, что проигрывает как на поле боя, в первую очередь, проигрывает на международном поприще, показал уже и сами двадцатки, и другие формы. Их прошло четыре буквально международных. Все осудили агрессию и Путина лично. Недопущение и использование погроз ядерным оружием, провокационные действия, которые он применяет именно к Украине и ко всем партнерам на мировом уровне. Поэтому в данной ситуации он испугался. И вот эта встреча у него, РНБО, которое прошло уже в личном режиме, это еще сверка как бы уже часов, что же дальше будет. Он уже понимает, что и окружение может уже работать не на него. Поэтому личные встречи, это для него как бы проверить личность каждого на лояльность. С другой стороны, я понимаю, в закрытой части обсуждались реальные ситуации, не только проблемы гражданской обороны. Это для прикрытия, для успокоения россиян, что мы готовимся к чему-то, к условным каким-то, я в кавычках беру, угрозам Запада. Мы поэтому будем готовы. Основная цель была, а что же дальше делать? Как им национировать еще силы для того, чтобы какие-то еще иметь успехи на поприще войны? Это первая составляющая. И, конечно, вторая, это еще четко сверить им на позиции в отношении каждого сегмента. По ФСБ, по разведкам, по Минобороны, по секторам, которые обеспечат его безопасность. Это как раз тот формат, который сейчас его суперволнует. С одной стороны, глобальный прорезь, а с другой стороны, возможно, это уже действие его окружения. Он понимает, что при ослаблении его режима и его лично, как говорит, король голый уже будет, уже все быстро будут договариваться с другими странами, в первую очередь с странами НАТО, в отношении перспектив России, но без Путина. Сейчас он пытается укрепить его позиции и как военный, для того, чтобы показать, что еще имеет потенциал, успех. Пытается контролировать через спецслужбы друг друга, включая, так сказать, ФСБ контролировать, разведки, разведки ФСБ, службы безопасности президента, другие структуры и так по каждой теме. Но это не спасет его. Это можно оттянуть определенное время даже в отношении личного его отстранения. Вот эти все мифы, я уже скажу, по системе безопасности президента, которые они там официально даже вложили в отношении влияния гипноза, каких-то генераторов, которые влияют на психику, системы безопасности Путина, охранников Путина, самого Путина. То есть это уже абсурдные тенденции, это уже агонии, которые показывают, что он уже боится. Как раньше видели, он боялся даже ковида, садил президента на 15 метров за столами. А сейчас это уже реалии, уже то, что показывает, что может быть и заговор против него, может переворот быть, вот какие-то, он думает, уже мифийские действия, да, шаманов или гипнотизеров, электросенсов, потому что там предусмотрели и контрдействия, контрдействия против гипнотизеров, против экстрасенсов, против генераторов. То есть уже такие абсурдные темы с вопросом безопасности. Но это не работает. Это уже показывает, что у него, да, психологически уже прошел сдвиг, фобия отношений. И перспектив, проигрышно-системно, провал, как мы говорим, 24 февраля, что ты начал это все, но это конец, то начало. Вот точно так же он проходит сейчас. Да, еще будет нам тяжело, это непросто. И сценарий, который мы говорим, это, я только говорю, позитивный сценарий, когда мы сумеем к Новому году освобождить юг и восток. Ну, а, конечно, вот и затяжные процессы, ну, это полгода, 7-8 месяцев. В любом случае мы противника выберем с нашей территории. А очень мощная сейчас работа с нашими партнерами должна обеспечить перспективу ухода режима и ускорить процессы на освобождении Украины, конечно. Тут военные, в первую очередь. И, конечно, очень мощная дипломатия, особенно такого неофициального уровня. Мощнейшее давление на самопутин, на режим, который именно будет понимать, что альтернатива не выхода, это смерть не только Путина, а всего режима и, конечно, конец России. Вот такой формат, я думаю, должен сегодня формироваться на поле боя и с другой стороны нашим партнером вместе с нами на международном уровне. Николай Григорьевич, размышления на тему. Вот вы только что ссылались на работу наших коллег, расследователей из издания «Инсайдер», о том, как истерит и Путин, и его охрана, о том, что они объявили в Москве какие-то учения, действительно готовятся, что военных будут обрабатывать и экстрасенсы, и всех, кто только кому не лень, лишь бы убить кремлевского диктатора. Меня резанула одна цифра. 18 тысяч насчитывает охрана Путина. Скажите, пожалуйста, а есть ли подобные по численности охраны у каких-то других лидеров, других стран мира? Или эта цифра, как мне кажется, рекордная? Ну, для режима охраны президента это, конечно, рекордная в Российской Федерации. Мы не будем расшифровывать американскую систему. Она тоже очень мощная, очень большая. Потому что и страна большая, конечно, и угрозы очень мощные. Но это несколько раз меньше, если мы говорим об охране президента. Это уже фобия. Но я еще раз говорю профессионально. Вот чем больше охранников и служб, тем слабее охрана. Она менее, так сказать, подготовленная, менее контролируемая. Может быть, много-много сбоев. Нет очень четкой модели действия и координации. Это и слабость. Вот эта большая-большая структура, вот. Он ее сейчас пытается кровом задействовать. Конечно, в нее могут проникать, так сказать, представители других структур. Даже агентура, которая может активно действовать. Потому что проверить всех 18 тысяч невозможно. Так, системно. Тем более, если проигрывает хозяин. Я обычно говорю, Путин. Тогда уже начинает охрана также работать против хозяина этого. Поэтому в данной ситуации он это все создал монстр. Этот монстр может не только рухнуть, а и подставить самого Путина. А тем более, с ними работают и ФСБшники, с ними работают представители других спецслужб России. Для того, чтобы в какой-то момент, когда будет решающая ситуация, возможно, и устранить Путина. И эти же охранники помогут. Сейчас он пока держится за них. Пытается им дать именно полномочия контроля, контрразведки даже. Путина дал силовых действий, средства даже там внутренние есть. И различные темы, даже разведывательные деятельности в окружении Путина по другим структурам и за рубежом. Но этот монстр, он недеоспособен. Он не приспособлен к такой системной работе. Тем более, в этих условиях, я думаю, что это будет сейчас базовым форматом для дезорганизации самой охраны. Это показывает фобию, вот эти бои, что его убьют или переворот. Но эта структура не спасет. Потому что, если будет вестись тема переворота, это настроение в обществе, это служба ничего не сделает. Это очень мощное подразделение, которое за ФСБ. Их миллион двести тысяч, не в сравнении с этого. Это за Минобороны. Это также несколько миллионов людей разных и разных, так сказать, генералов, которые могут быть недовольны Путиным. Это разведки, которых также несколько сот тысяч. То есть, это различные структуры, которые могут сработать против самого Путина. Никакая система там не поможет. Тем более, она рухнет при слабости режима. Николай Григорьевич, вот мы говорим об обществе. Мы уже видим волнение вот эти женские движения, мягкая сила. Они собрали петицию, которая набрала полмиллиона подписей. Но суд запретил собирать голоса, потому что это якобы бросает тень на авторитет так называемой частичной мобилизации. Как вы считаете, чего Путин этой мобилизацией вообще добился? Какие результаты есть у Кремля? Мы опять же говорим о том, что дети чиновников не воюют, что есть избирательный подход к тем, кого мобилизуют, кого не мобилизуют. И это уже люди видят и начинаются так называемые волнения. Вот как вы думаете, чего Путин добился этой мобилизации? Я сейчас скажу точно первую составляющую, что Путин боялся проводить мобилизацию. Он понимал последствия. Но то, что он ее все-таки объявил, это показывает уже слабость самого Путина и его режима. Он не смог решить штатными средствами ту задачу, которую он поставил. И не мог решить, потому что, еще раз подчеркиваю, кроме, так сказать, нашего очень мощного перспектива военных действий по защите государства, сейчас наступательных операций вооруженных сил Украины, самое главное, что это народ Украины. Его не победить, мы это так и говорили. Поэтому он просчитался и начал уже проигрывать. Поэтому единый шанс, который он использовал, кроме провокации, там, ядерным оружием, там, токийским, глобальным, там, Медведево, друг, рассказывал, что вся вот, так сказать, мир весь станет перед ядерной угрозой. И провокации в отношении грязных бомб не работало. Единственный формат это мобилизация и подготовка новых ударных групп. Это не работает, потому что оно начало, так сказать, вызывать противодействие. В Москве, прямо скажу, в Санкт-Петербурге, в национальных республиках. Это проблема, которой они предполагали, что она будет, но сейчас пытаются еще задавить эти движения. Оно будет нарастать дальше, никакие запреты. Там же есть закон о том, что никто не имеет права сейчас критиковать армию, военные действия, спецоперацию, самого Путина в этой сфере. И все криминальное ответственность от 5 до 8, а некоторые до 15 лет. Не запугают. Пока еще не держат именно этими средствами, миллионы этих силовиков. Когда начнет рухнуться режим, а он будет под влиянием именно наших побед, это все не будет работать. Тогда выйдут все на улицу, и оно зреет. Пока зреет молчаливо. Мы сейчас смотрим по всем знакам, даже по данным Медузы, например, или Валдайскую группу, они официально проводили, до 65% россиян уже против войны. Они еще не противники Путина, но против войны, участия в войне лично или их детей, например, родственников. Поэтому в данной ситуации этот показатель будет возрастать. И самое главное, мы смотрим, что будет активность возрастать. Под влиянием еще чего? Какие факторы? Конечно, в первую очередь, это победы нашей армии. Это, конечно, большие втраты, и они это почувствуют реально. И это угроза, так сказать, вообще падения режима и всей экономики, социальной сферы России. Это такая глобальная угроза. И, конечно, начнутся отцентровые движения в Российской Федерации. И национальные республики, и уже местные органы власти могут подняться. Ну и, конечно, селой блок начнет играть в свою игру. Вот это будет конец Путина. К этому все формируется поэтапно, не быстро, я подчеркиваю, потому что еще власть пытается держать позиции. Но когда вот глобальный прогресс, это все начнется очень быстро. Недели две, три пойдет процесс, как говорил когда-то Горбачев. Процесс пошел, он пойдет быстро. Ну что ж, будем на это надеяться. Мы надеемся на это. Будем это проверять в наших следующих эфирах. Оправдаются ли ваши прогнозы, поговорим еще не раз в наших прямых эфирах. Спасибо вам огромное. Николай Маламуш, генерал армии, руководитель службы внешней разведки Украины в прошлом, отвечал на наши вопросы.